Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Проблема, которая вас волнует, тлязая от розы, тлязая от плодовых деревьев. А как от нее избавиться? Никакие средства не помогают. А в чем не помогают, почему не помогают, мы с вами сейчас давайте разберемся. Ну, во-первых, не забываем, что в условиях Беларуси у нас имеется 17 видов тлей. И эти тли специализируются на бахчевых культурах, на плодовых культурах, соответственно. Бахчевая тля, капустная тля, ну и так далее. Прочитать не буду. Это раз. Второе, что отличает это насекомое, оно дает за год до 13 поколений. То есть представьте, что каждые две недели вылупливаются новые тлянята, грубо сказать. Вот, новые тли. Вот, дальше, что еще рассказать? Знаете, каждые две недели вылупливаются тли, и почему ваши способы не всегда дают осечку? Знаете, поймите, что тля прилетела, тли бывают крылатые, и тли бывают уже бескрылые. Тля прилетела, отложила яйца. Вот эти уже тли, что выводятся, они вообще бескрылые. Туда, куда она отложила яйца, тли начинают, ну, там и жить. Начинают жить, они растут, они вылупливаются и питаются соками растения. Они угнетают это растение, листья начинают деформироваться, скручиваться. Вот, если у смородины тоже красные пятна появляются на листьях, это тоже кровяная тля, поражает эти листья. Мы обработали, ну, яйца вообще, как бы, природа заложена так, что вид должен сохраняться. Поэтому не все 100% яиц вылупилось. Вылупилось, например, 30%, а 70% живая. Вы довольны, проходит 2 недели, вы видите опять возраст тля. Это вылупилось новое поколение, потом еще новое. Поэтому понятно, отсюда станет вам понятно, что если делать какие-то обработки, их надо делать систематически и регулярно. Каждые 10 дней обработку повторять, повторять. И только так, где-то за 4 обработки, вы можете избавиться от тлина своих плодовых растений. Ну, как тля, ну, ее победить можно. Ее не надо допускать на участок. А как это сделать, чтобы не допустить тлину на участок? Заметьте, что все плодовые деревья, значит, если они повреждены тлей, имеют скрученные верхушки. Такие побеги, зимующие побеги на древесных кустарниках заметно, на деревьях на кустарниках заметно. Искрученные побеги, они, как правило, повреждены. Там есть яйца тли и есть мучнистые роса. Для профилактики что необходимо сделать? Все верхушки побега такие кривые, черные, искрученные, где-то на 15 сантиметров от верхушки мы срезаем. Взяли секатор, прошли, срезали. У нас вы уже на 90-95% избавили ваше растение от тли, которое живет на вашем участке. Ну, далее, бороться. Для бороться очень легко. Способы у разных моря. Давайте разберем такие основные способы. Самый первый способ что? Берете шланг, сильную струю воды и направляете на поврежденные побеги. Холодная струя воды, сильная, взбивает эту тлю, большинство. Ну, способ, конечно, как бы не совсем помогает, потому что не всюду можно достать. Ну, точное попадание. Как ствол ружья, точное попадание может не быть. Способ второй. Для того, чтобы тля меньше повреждала вашей культуры, значит, это можно применять и на плодовых деревьев, на тех же бабах или все. Мы просто-напросто берем секатор и берем вот эту верхушечку, которая уже повреждена тлей. Вы понимаете, если мы даже обрабатывать, мы ее оттуда не выкурим. Самое просто, видно, откуда повреждение тлей, мы эту верхушечку будем срезать. Срезали эту верхушечку, вот эту популяцию мы уже лишили. Значит, такой материал надо удалять с участка, обязательно или сжигать, или закапывать в землю на штык лопаты. Это как вам позволяют условия. Или закапываем глубоко в землю, вот такие все верхушки поврежденные тлей. Ни в коем случае не вставляем на поверхности, потому что тля расползется, и потом опять идет повреждать наши плодовые растения. Ну и дальше, не забываем, что тлю на наши деревья разносят муравьи. Ну, уже в одном из своих роликов мы показывали, как бороться с муравьями. Поэтому боритесь с муравьями, чтобы они не носили тлю по вашему дереву. Потому что для муравьев тля это дойная корова. Они доят, они разносят на верхушке деревьев и доят. То есть, они получают питание от тли. Борьба с муравьем тоже очень поможет. Ну, а если вам как бы не доступ заниматься вот этими способами, механическим удалением тли, значит, что примените химию. Химия помогает любая. Любой препарат от колорадского жука, он подойдет прекрасно против тли. Не надо там искать специально. Там есть, конечно, препараты специальные ради тли, но любой препарат помогает. Только не забывайте, что одна обработка положение не спасет. Необходимо как минимум 4-5 обработок для того, чтобы избавить дерево от тли. Но почему необходимо бороться? Потому что деревья, во-первых, сдеформируются листья, нарушается фотосинтез, плохо завязываются плоды, растение слабеет. И, в конце концов, при сильном заселении тлей растение может даже погибнуть. Неважно, будь то кустарник, будь то травянистое растение. Если вы ждете эти ошибки, значит, ваши растения будут благоухать, будут давать нормальные плоды. И вы не будете иметь такого плодовитого соседа, потому что одна самка тли может отложить до 200 яиц. Уждите наши советы, подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите нас. До свидания.